Альметьевск Берегите тех, кто дорог. В преддверии весенних каникул дети напомнили водителям, почему важно использовать детские автокресла и ремни безопасности. В преддверии весенних каникул мы хотим убедиться в том, что наши родители, водители, наши дорогие родители заботятся о своих детях. Со школьной скамьи в гущу общественной жизни лидеры общественных объединений рассказали и показали, чем живут юные активисты. Вы можете действительно увидеть, насколько высок темп работы в школе и насколько активно работают школьники и принимают активное участие в жизни школы. Создать на селе общественные советы, которые защитят интересы пожилых, познакомить пенсионеров с активным долголетием, создать комфорт для жителей, помочь фермерам рублем. Актуальные вопросы развития сельских территорий обсудили в Альметьевске. Обо всем подробнее в сюжете. В Альметьевском районе ведется ежегодный учет пожилых людей. Сегодня их 11 648 человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны труда. Главная задача, которую ставит перед собой руководство района – улучшить качество их жизни. Не в последнюю очередь это зависит от ветеранских организаций, которые существуют в каждом сельском поселении района. С ними, а также с главами сельских поселений и прошла встреча в Центре ветеран. На ней подвели итоги работы ветеранских организаций за прошлый год. Это плановая работа с ветеранами и пенсионерами, а также объезд малых деревень в сельских поселениях. Всего таких деревень 43. Специальная комиссия оценила условия, в которых проживают пожилые сельчане. А также их обеспечение лекарствами и возможность получения медицинских услуг. Помочь старожилам призвана программа «Активное долголетие». В её рамках планируется привлечь сельских ветеранов к занятию спортом и активному образу жизни. Заместитель руководителя исполкома района по работе с сельскими поселениями Олег Шабалин затронул наиболее актуальные вопросы. В частности, организацию ветеранских советов на селе. Теперь им будут помогать старосты улиц. Они будут связующим звеном между советом и жителями села. Не менее важным является и вопрос самообложения. По республиканской программе к собранным сельчанами средствам будут добавлены деньги из республиканского бюджета. На собранные средства от самообложения от населения были решены острые вопросы. Это и по воде, и по освещению, и по дорогам, и по кладбищам. То есть, те вопросы, которые актуальны для любого жителя этого населённого пункта. Другой важной темой является развитие личных подсобных хозяйств. Для поддержки крестьянских подворий в районе запущена новая муниципальная программа. Теперь хозяевам, которые держат крупный рогатый скот, будут бесплатно выдаваться корма. На одну дойную корову выделяется один центр, то есть 100 килограмм. Но не более одной тонны, да, зерна, кормов, фуража, но не более одной тонны на подворье. То есть, если в подворье свыше 10 голов, то тонны. 10 голов тонны, 11 голов тонны. Первыми этой программой уже воспользовались сулеевские фермеры. Также важно создать условия для реализации собственной продукции, отметил Олег Шабалин. Среди других проблем на встрече затронули продажу и употребление суррогатного алкоголя. Сельчан призвали быть бдительнее и сообщать о фактах нарушения законодательства в сфере торговли. В завершении собравшимся напомнили о том, что 2017 год объявлен годом экологии. В связи с этим в каждом сельском поселении будет высажено тысячи саженцев молодых деревьев. Эдуард Прокупьев, Ольнеческ ТВ. Специалисты напомнили жителям, как начисляется плата за отопление. Вопросы возникли у тех, в чьих квитанциях рост показала соответствующая графа. По информации, предоставленной Единым расчетным центром, снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии производится ежемесячно 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего. Так, в новых квитанциях учтено отопление, поставленное в дома 16 января по 15 февраля. Все это время погода удивляла весьма переменчивым настроением. Среднесуточная температура воздуха в феврале составила минус 13 градусов. Это на 26% выше, чем в январе. Рост платы за отопление обусловлен именно вышеупомянутым понижением среднемесячной температуры воздуха. Если в доме не установлен прибор учета, начисление производится по установленным нормативам потребления, которые, в свою очередь, рассчитываются с учетом 8 месяцев отопительного периода. Строка «отопление» отражается в квитанциях только в отопительный сезон, то есть сентября по апрель включительно. И еще одна информация. Работа с интернет-пространством станет одной из приоритетных в профилактике терроризма. В режиме видеоконференц-связи с ответственными представителями муниципалитетов республики состоялся обучающий семинар на эту тему. В работе семинара принял участие глава района Айрат Хайрулин. Такие встречи организуются регулярно. В очередной раз на освещании обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму. В частности, участникам напомнили о ключевых нормативно-правовых актах, которые регулируют отношения в этой сфере. К другой теме. Ученики одной из школ города сегодня ненадолго примерили форму инспекторов дорожного движения. Вместе с сотрудниками ГИБДД в преддверии весенних каникул они провели акцию «Берегите тех, кто вам дорог». Как отнеслись к акции водители? Смотрите далее. Самая длинная четверть в учебном году заканчивается. Через несколько дней школьников отпустят на весенние каникулы. Прокатиться с папой или мамой на машине можно будет чаще. Не забыли ли родители автолюбители, что детей надо перевозить по определенным правилам? Ученики 6 класса школы номер 7 решили помочь сотрудникам ГИБДД навести порядок на дороге и поощрить тех водителей, которые ответственно относятся к безопасности дорожного движения. В преддверии весенних каникул мы хотим убедиться в том, что наши родители, водители, наши дорогие родители заботятся о своих детях, используют ремни безопасности и при перевозке детей используют автокресла. Детское кресло в машине – это не дань моде, а необходимый атрибут любого семейного автомобиля. Оно снижает вероятность смертельной травмы на 75%. Главное – правильно его установить. Возможность избежать травм при резком торможении автомобиля и столкновении дает и ремень безопасности. Поэтому сегодня всем ответственным автолюбителям ребята вручали специальные стикеры, которые можно приклеить на автомобиль, чтобы все знали, что за рулем человек, который беспокоится за безопасность своих пассажиров. По мнению самих водителей, в такое неспокойное время очень важно напоминать участникам дорожного движения о безопасности. Поэтому они поддержали акцию «Берегите тех, кто вам дорог» и согласились, что проводить их нужно чаще. Акция очень приемлемая, очень своевременная, тем более сейчас все дети собираются выходить на каникулы. Я надеюсь, что все водители и пешеходы в том числе будут соблюдать правила дорожного движения и безопасной дороги всем. Дети – это у нас цветы жизни, надо беречь. И в наше неспокойное время много машин. Очень полезная акция. Молодцы. Мне очень понравилось то, что проводится много таких акций теперь в Альметьевске. Очень приятно, что дети в этом участвуют в акциях. В общем, молодцы альметьевцы. Молодцы стараются. Как ребята сказали, мама ответственна, у меня двое детей и кресло обязательно машины всегда. Безопасность наших детей – это наша безопасность. Зарина Ахметова, Альметьевск ТВ. Герои, речи о которых пойдет в нашем следующем сюжете, тоже доказывают, что жизнь школьников далеко не только учеба. Сегодня активные ребята не только занимаются спортом и увлекаются творчеством, но даже становятся инициаторами общественных движений. Лидеры 28-ми передовых детских объединений города боролись за звание лучших. Полина Сураева знает, кто справился с непростой задачей лучше других. Юная культурная элита города – так называют себя ребята из общественных организаций. Объединения активистов существуют в каждой школе. Любой ученик может принять активное участие в жизни своей школы, помочь ей в проведении праздников, различных акций, открытых уроков и многого другого. Вот уже четвертый год подряд в общественной активности учебные заведения соревнуются между собой. Каждый лидер, он хвалит свое замечательное учреждение, свое детское движение, и поэтому вы можете действительно увидеть, насколько высок темп работы в школе и насколько активно работают школьники и принимают активное участие в жизни школы. По традиции конкурс проходил в два этапа. Первая – презентация. Все команды, зрители и мажюри рассказывали о своей школе, организации, достижениях, увлечениях и о многом другом. Идеи, как завлекательно представить свое школьное объединение, у ребят были разными. Кто-то смастерил фотоколлаж, кто-то пел под гитару, а кто-то показывал свое декоративное творчество. Это моя работа, я сделала ее еще в прошлом году. Она написана на ткани, и сложность ее была в том, что надо было вложить какую-то, не просто какой-то рисунок, надо было вложить свою душу, чтобы оно что-то олицетворяло. Сцена Центра детско-юношеского творчества тоже не пустовала. Там прошел второй этап конкурса. Лидеры их команды демонстрировали творческие таланты. За ходом конкурса следила ответственная жюри. Из 28 команд выбрать самую лучшую достаточно сложно. В прошлые годы объединения Юникс, Лего и Ютас неизменно входили в лидеры. В этом году гранд-при завоевала объединение при школе номер 17. Эта команда и отправится на ежегодный республиканский конкурс «Инициатива», где будет представлять Альметьевск. Стали известны результаты межрегиональной олимпиады студентов колледжей и техникумов. Напомним, что в студенческой олимпиаде приняли участие представители пяти учебных заведений Бугуруслана, Отрадного, Нефтекамска, Лениногорска и Альметьевска. Олимпиада проходила по двум специальностям. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин. Среди разработчиков первое и третье место заняли студенты Альметьевского политехнического техникума. Второе место досталось Лениногорскому нефтяному техникуму. У буровиков третье место получил Альметьевский политех, второе – Нефтекамский нефтяной колледж. А первое место занял студент из Бугурусланского нефтяного колледжа. В новостях спорта расскажем о необычных состязаниях. Пробежаться, прокатиться и снова пробежаться. В Альметьевске впервые прошли соревнования по дуатлону. Как оказалось, у этого пока малоизвестного в нашем городе вида спорта оказалось множество поклонников. За ходом спортивных гонок наблюдала наш корреспондент Зарина Ахметова. Дуатлон – новый вид спорта для Альметьевска. И соревнования здесь прошли впервые. Спортсменов нефтеграда поддержали и любители из Лениногорска. Участие в двоеборье могли принять все желающие в возрасте от 14 лет. В результате получилось пять возрастных групп. Местом для соревнований выбрали каскад прудов. Там и был данстарт. Это соревнование действительно для нас новшество. В прошлом году мы проводили велотриал, контрикросс. Сейчас вот проводим дуатлон. Хоть нас не так мало, но надеюсь, что действительно мы определим победителей, сильнейших. Отлично, что наши соседи нас поддержали. Я вам желаю всем успешно пройти дистанцию, без травм. Этот вид спорта наиболее близок к триатлону, который состоит из бега, велогонок и плавания. Главное отличие – отсутствие заплыва. Дуатлон – это бег, затем велогонка и снова бег. Для участников в категориях 18+, и 30+, протяженность первой дистанции составила 4 километра. Этап велогонки – 6 километров. И снова бег – 2 километра. Для других категорий дистанция составила, соответственно, 2, 4 и 1 километр. В первый раз, конечно, эстафета многим далась трудом. Но все с удовольствием поучаствовали в массовом забеге и гонке. И остались довольны организацией соревнований. Впечатление только самое положительное. Организаторам данного мероприятия хотелось тоже выразить благодарность. Очень смешанные чувства. Восхитительные просто ощущения. Я увидел единомышленников таких же, наверное, инициативную молодежь, которая старается и катается, вопреки даже снежному покрову. Это очень приятно. Чтобы это в дальнейшем применить на своей молодежи, показать им и развить в них вот это, наверное, физическое направление, развивать велосипедный спорт. Победителем считается тот, кто первым достиг финишной прямой. Лучшие определились в каждой возрастной категории. Все призеры были награждены медалями и грамотами. Зарина Ахметова, Альметьевск ТВ. В Альметьевском районе прошел традиционный республиканский турнир по татаро-башкирской борьбе «Куреш», посвященный памяти заслуженного работника сельского хозяйства Татарстана и России Зуфара Шайдулина. Соревнования проходили в школе с села Калейкино. В этом году в турнире приняли участие 222 спортсмена. Борцы из Татарстана, а также представители Чувашии и Оренбургской области боролись за звание лучших в пяти весовых категориях. Молодые спортсмены показали зрелищные поединки и красивые приемы. Победителям и призерам вручили медали, грамоты, а также денежные призы. Это традиционный ежегодный турнир. В самом деле мы гордимся нашим отцом. Он всему нас научил, показал верный путь, и мы продолжаем по нему двигаться. Мы очень благодарны нашему папе, дети, маме, родственнике. Его имя и сейчас все постоянно вспоминают. Это были все новости на сегодня. Наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова